Всем привет! С вами Дмитрий и канал Лего Крэйзи Моушен. Сегодня у нас просто замечательный, интереснейший, как мне кажется, выпуск. Сегодня мы будем в психиатрической клинике разбирать один очень интересный клинический случай. И чтобы не тянуть, собственно, вот, диагноз просто налицо. Для тех, кто не знает, это танк Тигр. По крайней мере, так считают прошедшие лоботомию дизайнеры или создатели этого набора. Это у нас город мастеров. Мне кажется, тут мелким шрифтом пропущено город криворуких мастеров. Ну, я очень надеюсь, что мои зрители, зрители моего канала, постоянные более-менее разбираются в военной технике. Поэтому уже поняли, откуда столько сарказма, иронии, некой даже, я бы сказал, язвительной иронии. Потому что назвать вот это вот произведение, ну, для начала самого произведения, такое, что дух захватывает. Но назвать это еще и Тигром, это вообще просто что-то запредельное. Так, ну ладно. Давайте, немножко успокоившись и подавив первую эмоциональную волну потрясения от этого супернабора, посмотрим на коробочку. Вместе с очень таким вот, немножко несуразным, ну, давайте назовем это танком, написано танк, поверим. Значит, вместе с несуразным танком для полноты комплекта нам дали, судя по всему, несуразную фигурку. И дополнено оформление коробки вот такой вот, достаточно яркой надписью, что изготовлено из безопасных материалов. Отсюда у меня вопрос, а что значит безопасные материалы? Вот, например, для меня дерево, это вполне безопасный материал. То есть, может, танк изготовлен из дерева? В чем очень сильно сомневаюсь. Или, может быть, это намек, что у каких-нибудь конкурентов, типа малоизвестной компании из Дании, какой-то там Лего, по-моему, называется. Может быть, это у них изготовлен из опасных материалов, в отличие от этого добротного качественного конструктора. Так, что еще у нас есть? 164 детали в конструкторе и его порядковый номер 8826. 6 плюс это, наверное, возраст того человека, который создал этот набор. С обратной стороны нам показано, что, оказывается, можно собрать всю серию. Серия состоит из очень странного полицейского Бобика, очень странного самолета типа ПО-2, почему-то с непонятно сильно выдвинутой передней частью. И, кстати, более-менее даже нормального грузовичка. По самому танку, что мы видим? Что башня будет вращаться, слава богу. Но дуло будет подниматься, блин, дуло, как гаубица какая-то. Очень интересная конструкция. Так, и почему-то еще, прямо вот именно как функционал у танка отмечено, что у него будут подниматься, опускаться, как-то брызговики, не брызговики. Ну, в общем, какие-то вот, я не знаю, как это у танка называется. В общем, короче, почему это сделали функционалом играбельной функции, я не знаю. Ну, и еще раз нам подтверждают, что это танк Тигр, для тех, кто сразу не понял. И, ну и да, самое главное, что совместим с конструкторами мировых производителей. То есть, собрав этот танк, вы можете его поставить вместе со своим каким-нибудь Лего. Ну, видимо, для того, чтобы окончательно опозорить создателя этого конструктора. Ладно, все, вскрываем и смотрим что-то внутри. Так, ну, давайте поскорее же начнем наш сплав удовольствия и отвращения. Инструкция сделана, как какая-то дешевая полиграфия рекламная, которую бросают в ящики. Показано, как собирать танк. Целых 11 страниц с очень крупными рисунками, так, чтобы даже самые маленькие дети могли собрать. Нет, ну, просто вот размеры дулами просто убивают каждый раз, когда я ее вижу. Так, собственно, ладно, по инструкции больше слов нет. Конструктор, надо сказать, на самом деле, не очень дешевый. То есть, его ценовая категория, нельзя сказать, что вот прям вот это было вот самое-самое дешевое такое китайское, как бы это правильно назвать, конструктор. И наличие вот такой вот уже сразу собранной базы меня, честно говоря, смутило и расстроило. То есть, я надеялся, что здесь хотя бы будет много кубиков. Так нет. Заготовка уже цельная, основание со всеми штриками идет одной литой деталью. Причем толщина, надо сказать, что достаточно тонкая и ощущение, что ее достаточно хрупкая. Она сгибается. Ну, короче, мне качество на ощупь. Есть такое вот тактильное ощущение, когда конструктор берешь, пробуешь. И вот в последнее время китайцы стали делать более-менее даже ничего. Но вот это вот ничего к городу мастеров никак не относится. Берешь в руки и чувствуется, что уровень совсем даже низкий. Гусеницы. Ну да, я, собственно, и не ожидал, что китайцы будут класть качественные гусеницы, как у Lego или у Brickmania. Положили резиновые. Ну, это, в принципе, стандартно. Здесь претензий особо нет. Ну, резиновые, так и резиновые. И еще несколько пакетиков с деталями, потому что все-таки собирать все надо. И даже какие-то наклейки номер 383. Ну, давайте соберу, что ли, я эту радость и посмотрим. Ну, все. Я закончил сборку. И я спешу показать вам этот агрегат. Пока я собирал, у меня кровь текла из глаз. И я просто обязан поделиться этим с вами, чтобы вы страдали так же, как и я. Я не знаю, какое было отставание в умственном развитии у того, кто делал этот танк. Но однозначно это отличное приобретение. Этот танк нужен был хотя бы для того, чтобы поднять уровень самооценки всех участников моей группы. Потому что более худшего танка... Ну, конечно, они назвали его «Тигр», но очевидно же, что хотели сделать Т-34. Так вот, более отвратительного Т-34 я, как мне кажется, не видел никогда. Это просто бред на колесах с резиновыми гусеницами. Совершенно жуткий танк. Когда я его собирал... Во-первых, собирался он ужасно. Я пообдирал себе пальцы. И если вы видите... Сейчас приблизим. Вот эти маленькие штучки я так и не смог их до конца одеть. Почему-то все одинарные детали очень-очень тяжело входили. Что с этой стороны, что со второй. Так до конца я их вставить и не смог. Пообдирал пальцы. Есть один большой положительный момент у этого танка. Любая деталь, если она защёлкивалась, если она вставала на место, она становится практически намертво. Отодрать её уже невозможно. Вообще, у меня ощущение, что это реально набор для детей. В первую очередь, для детей, которые понятия не имеют, как выглядит танк Т-34. И любое транспортное средство, где колёс больше, чем 4, и какой-то типа пушки что-то такое торчит, для детей это сразу танк. И, по большому счёту, детализация уже не важна. Ну, тогда да. Если это для детей 6 лет, только не надо писать от 6 лет. Это вот просто для детей 6 лет. Потому что уже даже дети 7 лет уже могут понять, где качественные Т-34, а где город мастеров. Смотрим дальше. Значит, ну, господи, отсюда выглядит ещё страшнее. Так, ещё один положительный момент. Создатели танка нас не обманули. Брызговики действительно ходят вверх-вниз. Это просто потрясающе. Замечательная функция этого танка. Я рад, что она есть. Теперь долгими зимними вечерами я буду сидеть у окошка, глядеть на снег и поднимать, опускать брызговички. Как здорово, что они показали, что у этого танка есть такая возможность. Как спереди, так и сзади. Ну, всё. Просто вот в следующую зиму я знаю, чем себя занять. Можно поворащать башню. И давайте обратим внимание. Ну, естественно, люков никаких нет. Моторный отсек открывается. Это чуть позже. Спереди то ли два пулемёта, то ли два огнетушителя. В общем, я до конца не понял, что авторы хотели этим показать. А может быть, просто это какие-то ручки, за которые нужно держаться и залезать на башню. Сама башня. Ну, издалека, если абстрагироваться, то пропушку-то если забыть, вырвать её, где-то здесь её представить, то что-то Т-34 такое напоминающее есть. Но глобально, конечно, кошмар. Сопла торчащие сзади. Не удивлюсь, если это какие-то реактивные у данного создания. Может быть, он вообще-то и с этим нитросом улетает. Значит, сзади у нас люк открывается. Там просто много пустого пространства, до которого на самом деле больше никак не долезть. Если туда что-то запихивать, то потом очень сложно доставить, только если вытряхивать. Но у танка ещё есть одно преимущество. Когда я сказал, что детали намертво крепятся друг к другу, танк практически не отваливается. Ну, кроме танкиста. То есть, он реально крепкий и можно смело давать детям. Бросай, не бросай, с танком ничего не случится. Если я такой же трюк сделаю с танком от Брикмани, сами понимаете, там половина поотлетает сразу же. А это можно давать детям. Вот только дуло отвалилось. Причём, блин, дуло – это тоже песня. Само дуло, честно, на белом фоне его лучше будет видно. Дуло состоит из двух частей. Скрепляется две половинки. Делает какую-то гигантскую трубу. И крепится на вот такую вот детальку, ставится в башню. Выглядит просто омерзительно. Так. Люк сверху открывается. Для полноты картины, чтобы видеть весь этот абсурд. Сюда фигурка, наверное, даже влезет, если руки поднять. Короче, у товарища Сафронова есть передача, по-моему, «Вредные игрушки» называется. Вот наличие этого танка в моей коллекции игрушек подсказывает мне, что надо бы мне делать тоже передачу серии «Шит парад». «Шит конструктор», «Шит набор». И вот, возможно, данное произведение города криворуких мастеров сподвигнет меня на это. Потому что, честно говоря, я по картинке, когда я брал этот танк, именно было написано «Тигр», я понимал, что беру очень странное создание. Но вблизи выглядит всё ещё хуже. Так. В первую очередь, тут выяснилось, что я был настолько в восторге от данного пепелатца, что забыл подключить микрофон и часть обзора записал без микрофона, только на встроенной в камеру. Поэтому звук немножко отличался. Но это, извините, меня просто в шок и трепет поверх данный танк. Вот. Значит, давайте ещё раз насладимся его внешним видом. Не один должен страдать. Напрягает ещё, конечно, его узкость. Неужели нельзя было его сделать хотя бы чуть пошире? Он бы тогда выглядел явно получше. И вот это вот большое количество красных лампочек, ну, как будто, не знаю, рождественская ёлка. Вдруг генерал приедет в часть, а у нас ёлки нет на Новый год. Так мы танк выкатим и лампочки включим. Если я не ошибаюсь, 2,4,6,8 плюс лампы. Короче, 12 красных лампочек. 12 красных лампочек. Он для чего, куда, вот даже не представляю. Должен ходить и ездить, вернее, и мигать, сверкать вовсю. Ну и плюс ещё такой момент. Я сторонник неких логических связей. И хотелось бы, чтобы надписи на коробке соответствовали содержимому. Поэтому, когда на танке Т-34 пишут «Тигр», это как минимум обидно, глупо и куча других эпитетов. Значит, есть у меня одно мнение. Кстати, по поводу гусениц. Здесь в этом плане неплохо. Они крутятся, ездят всё нормально. По поводу названия танка. Есть у меня подозрение, что дизайнеры, когда сделали этот танк, тут два варианта. Либо они поняли, что сделали полную фигню, и назвать вот это вот легендарный Т-34 просто совесть не позволила. Тогда честь и хвала этим дизайнерам, что они решили это назвать «Тигром». Ну и второй вариант, более прозаический, что у китайцев просто не было авторского права на название Т-34. Сделать танк похожим на Т-34, назвать его Т-34, может просто юридически они не могли. Хотя, зная, как обычно китайцы кладут свои иероглифы на все юридические нюансы, подозреваю, что второй вариант неуместен. Значит, будем надеяться, что дизайнеры сами поняли, что сделали полную шнягу и отказались от легендарного названия Т-34. Нет, господи, пушка меня просто убивает. Вот каждый раз взгляд на неё падает. Это просто что-то с чем-то. Она ещё, кстати, может вертикально, и даже может, наверное, если враг залез на крышу и хочет достать танкист, танкист может резко поднять дуло и скинуть его так вот раз и побить его. Да, может. Короче, пушка фантастическая. У этого, допустим, назовём его танк, есть танкист. Допустим так. Ну или водитель, или сопровождающий. Когда я рассматривал машину от города мастеров, тогда мне впервые попалась фигурка полицейского, и я уже выразил своё мнение, что фигурки от города мастеров мне страшно не нравятся. Всё-таки типаж от Lego, который перенял тот же Brick and Lighten и остальные, он, мне кажется, оптимальный. Вариант от города мастеров мне страшно не нравится. Но даже при этом есть плюсы. Я их упоминал в прошлый раз. Туловище может вращаться на штырьке и, допустим, в анимации очень удобно. Типа человечек стоит и поворачивается, чтобы что-то там плюс дополнительный, поворот головы, и вот как бы он обернулся. Это очень удобно. Второй момент, который, наверное, здесь хороший, это принт на торсике. Вот принт мне нравится. Он достаточно детализированный, белая рубашка, прям воротничок, галстук, какие-то погоны. Но принт я тут немножко, правда, съехал на погонах. Я сейчас увеличил, только сейчас увидел, что звёздочки съехали, немножко размыто, и как будто не то что поцарапано, но как-то слегка... В общем, ладно, смешение. И не очень плохое, и не очень хорошее. Но, в принципе, принт меня удовлетворяет. И даже само лицо, с ушами и принтом на лице достаточно нормально. А каска напоминает такой вот детский горшок, на котором нарисовали звезду и одели на этого солдата. Другого не нашлось просто. Ну что, вот мы приближаемся к завершению нашей передачи Шип-парад танк-тигр от города Криворуких мастеров. И, наверное, на ближайший Новый год я знаю, что я загадаю. В следующий раз, когда часы будут бить 12, я постараюсь загадать, не забыть главное, я постараюсь загадать желание такое, чтобы дизайнер, конструктор этого танка уволился с работы и больше никогда этим не занимался. Вот, наверное, на сегодня у меня всё. Этот эпичный танк, а нет, давайте ещё, знаете, что мы сделаем? Мы сравним этот танк с другими танками Т-34. Собственно, в напарнике мы выбираем танк Т-34-76 от Брикмании. Это примерно то же самое, что пытались изобразить город Криворуких мастеров, но у них явно не получилось. Причём, на самом деле, как бы добавить в танк надо не так много, чтобы он получил человеческий облик. видимо, тому бездушному конструктору, который делал этот танк, ему было настолько всё равно, что он и не пытался. Ведь на самом деле, если этому танку дать чуть пошире объём, сделать его чуть побольше туловища, даже пониже можно особо не опускать, потому что за счёт длины он более-менее пропорционально выглядит, и убрать эту чудовищную пушку, убрать большое количество красных лампочек, то в принципе танк будет не таким страшным, он даже будет вполне приемлемым. Но вот это вот, знаете, как дьявол кроется в мелочах, вот это вот пренебрежение мелочами и пофигистичное отношение у товарищей из города мастеров, или я не знаю, кто там делал этот танк, у кого они заказывали, то есть производитель-то явно китаец, я не знаю, город мастеров это российская компания, которая продаёт или нет, ну, скорее всего, дистрибьютор какой-то, но не суть. В общем, танк совершенно чудовищный, и изменить тех задания, мне кажется, на этот танк не так сложно, было бы желание, но вот желания как раз-то у них и нет. И в результате получается совершенно уродливое какое-то создание, которое втюхивают нашим покупателям, причём, повторюсь, чтобы сделать из него нормальный танк, надо не так много. Чуть-чуть доработать основание и убрать эту чудовищную пушку и поставить что-то более-менее приемлемое. Вот. Ну и давайте ещё сравним с одним танком. Это мой ветеран. Этот танк был куплен года три назад. Он много раз падал, ломался, от него потерялись детали. И я его использую уже только в качестве такого подбитого советского танка. Про него было очень много вопросов. Покажу ли я его в обзоре, сделаю ли я на него обзор. Ну вот, считайте, что это бонусный обзор на танк. Значит, это был когда-то танк от компании Best Lock. Я не знаю, что это за контора, чья она, откуда она, но танк точно от Best Lock. Можете погуглить, посмотреть. Они, собственно, и Тигр, которым я снимался в пограничниках, он тоже от Best Lock. Так вот, этот танк выглядит намного лучше, чем вот этот, а по цене они примерно одинаковые. Но только Best Lock раньше я его где-то видел. Пыльный ужасно, я его достал тут, прям жуть пыльный какой. Значит, так, сбился с мысли. Собственно, мысль была простая, что по ценовой категории танки примерно одинаковые, но этот сделал намного качественнее. У него также вращается башня, единственное, что у него дуло не поднимается, но ему особо и не надо. После нескольких падений он весь разваливается, также были резиновые гусеницы, и, как я уже упомянул, он у меня теперь в основном играет роль такого подбитого танка Т-34, который просто где-то стоит на поле боя, как в Сталинграде. Вот, значит, короче, я вам показал три танка Т-34, из которых два нормальных, а один назвали Тигр. Вот, компания Город Криворуких Мастеров. Как всегда, я уверен, найдутся защитники этого танка. Помнится, мне как-то одно высказывание очень понравилось, что, по поводу Нью-Йорка это было, что город Нью-Йорк такой странный, что какое бы дикое увлечение у вас не было, всегда парочка последователей у вас найдется. Вот, это тоже самое можно сказать, в принципе, про всех, не только про Нью-Йорк, но и про Москву тоже, что какой бы странный и чудовищный набор не был бы, все равно у него найдутся фанаты, которым он понравится. Поэтому, флаг вам в руки, покупайте, собирайте, ставьте на полку, я же это детище срочно куда-нибудь уберу подальше. Может быть, вырву ему башню и тоже он у меня будет играть роль какого-нибудь подбитого, валяющегося вдали, чисто для декорации танка. Все, до новых встреч, надеюсь, что город мастеров порадует меня еще страшными наборами для передачи Шит Парад. Увидимся, пока!